И вот что я вам скажу. Это невероятная, безумная, безнравственная этика, этот аморальный морализм. Во время войны в Ливане, с самых первых дней, знаете, сколько еврейских солдат погибло бессмысленной смертью? Все потому, что им было запрещено атаковать отряды ООП, если те находились в деревнях. В итоге солдатам приходилось наступать без огневой поддержки, без поддержки с воздуха. Там служил мой сын. Он рассказывал, что евреев просто отстреливали арабские снайперы. Все из-за этой безнравственной концепции. Если вы на войне, вы на войне. Во Вторую мировую, когда бомбардировщики союзников бомбили немецкие города, кого вы думаете они убивали? Генералов? Войска СС? Это была война против немецкого народа. Цель была в том, чтобы сломить дух немецкого народа, и она была достигнута. Мы воюем с яростным противником. Эти арабы – гражданские лица. Израильский генерал был убит 12-летним мальчиком. Это грязная война, это прискорбно. Я бы хотел, чтобы ее никогда не было, чтобы мой сын не воевал в Ливане, чтобы я не воевал в Ливане, чтобы ни один еврей никогда не воевал в Ливане. Но мы должны понимать, что эта война – грязная война, и эти так называемые террористы стараются вселить в арабов страх перед Богом. Потому что единственное, что понимает араб – это страх. И вот почему большинство моих избирателей – это сефардские евреи. Это последние здравомыслящие люди в стране. До них пока еще не добрались университетские профессора. Они жили с арабами. Они жили с арабами под властью арабов. Они знают, кто такие арабы, и они никогда больше не хотят жить под их властью. Терроризм – это современные макеавелли. Они не были обязаны делать это. Они сделали это не для себя, но для еврейского народа.